Трезвый взгляд властей на алкоголь, его производство и продажу вполне объясним. На фоне повального безденежья финансовая сторона торговли столь популярным продуктом весьма заманчива. На сегодня получение акцизов и налогов с алкоголя живые деньги и чуть ли не единственный стабильный доход в казну. И это при том, что далеко не все так называемые алкогольные средства отправляются в бюджет. Причина этого, как сообщили сегодня на ВЧК, в законах. Так, например, нынче, чтобы привлечь перекупщика за какое-либо нарушение, ему, перекупщику, необходимо иметь доход в месяц не менее 16 тысяч рублей. А этого спекулянту с лихвой достаточно, чтобы споить несколько деревень. С учетом народной любви к водке это вовсе не трудно. Также значительная сумма доходов от алкоголя укрывается в незаконном обороте, пополняя собой теневую наличность. Но еще один момент, помогающий сделать водку самым ходовым и бесконтрольным товаром, это выдача лицензий. Последние даются всем, направо и налево. Ну и, конечно же, отдельный тост в этой алкогольной беседе был провозглашен за здравие Петровского ликероводочного завода. Несмотря на то, что вчера налоговая полиция опустошила кассу ликерки на 30 тысяч, в счет казенной недоимки ПЛВЗ, к тому же пенсионному фонду, стабильно отчисляет полтора миллиона рублей ежегодно. Так что понятен интерес власти к столь доходному бизнесу. Кстати, под свое властное крыло она вскоре намерена прихватить и табачное производство.